Слава Господу Ангел Господень ночью отворил двери темницы Деяния апостола, 5 глава, 19 стих И, выведя их, сказал Идите, и став в храме, говорите народу все сии слова жизни Сегодня днем служитель напомнил, чтобы все, кто задействован в служении или не в служении Вот, подключились к благовестию И вот здесь Ангел Господень говорит, что Идите, и встаньте в храме, говорите народу все сии слова жизни И если мы ежедневно открываем Библию, то это слова жизни И пренебрегать этим весьма опасно Если не питаться этими словами жизни, можно, наверное, умереть И эти слова жизни, когда они будут наполнять наши сердца, наш разум, наше сердце, все наше существо Это слова жизни Хвала нашему Господу! Здесь пишет, сказано, что священники И принадлежащие кероси садикейской Исполнились зависти И наложили руки свои на апостолов И заключили их в народную темницу Ну, вот Ангел освободил Сегодня, смотря на воскресную школу На руководителя вот этой группы Мне вспомнилось Мое, ну, как Восьмой класс, это детство или уже юноша Вот В нашей церкви Три брата сидели в тюрьме Один три года, второй пять А третий десять лет И Тогда назывался у нас Детский кружок И собирались мы В не таком вот прекрасном здании с кондиционером А в комнатке В таком маленьком зале С закрытыми дверами И зашторенными окнами И она долго не выходила замуж Сестра Вера И она занималась с нами В воскресной школе То есть детский кружок И Что-то мне сильно запомнилось Это всегда Кто приходил в детский кружок Независимо там сколько лет Молились за духовное крещение И практически все получали Духовное крещение Много не буду рассказывать Но Это было очень хорошее время Очень хорошее время И время которое Сегодня мы имеем Вот Это мы просто Уключились в труд Этих братьев Которые сидели За проповедь Слова жизни Ну это ихний труд Они это вымолили Вот Они Молились за притеснителей Гонителей Те которые Били их Вот И Трудный путь они прошли Они их благословляли И Вымолили это время Которое мы сегодня имеем Уже 30 лет Немножко больше Дорожим ли мы этим временем И вот сестра Вера Выходит замуж Уже в таких годах Не помню Сколько Но Богато за 30 И Говорит На меня ты Говорит Займись Этим вот Детским крышком В 8 классе Ну Дерезновение какое-то было У меня Я этим занялся Вот У нас такой был один Человек Который мне показывал Пальцами решетку Который стоял Сюда под окном Переписывал Кто собрался Кто пришел Интересный был человек А сегодня я радуюсь Когда наши дети Вот так свободно Вот этими детскими устами Так сердечно Так искренно Возносят Богу хвалу И Когда браток Вышел сюда С Библии Я сказал брату Это сильно Это сильно Кто знает Что будет завтра И перед кем он будет стоять И Но начало есть Слово жизни Он Уже питал И будет так дальше идти Это очень важно Очень важно Поэтому Кто имеет детей Обратите Сегодня Внимание Не торопитесь Не бегите Оставляя семью И детей Позади А вспомните Иакова Когда Иса Ему предложил Идем Со мною Он говорит Нет Примирились Ты говорит Иди А я Буду идти Так как Идут Мои Малолетние Дети А мы Иногда Сегодня Бегим Оставляя Детей Сзади Семью Вот А как они Идут Мы даже Не знаем И вроде Мы печемся О благополучии Их Это неправильно Они Должны Идти С нами Или мы Должны Идти С ними Это одно и то же Самое Да благословит нас Всех Господь Ну вот Так как я сказал Вот Начинается Моя тема Сегодня 49 Псалом 23 стих Кто Приносит Жертву Хвалу Тот Чтить Меня И тема Моя Сегодня Это Хвала Богу Нашему И результат Который Мы пожнем После того Как мы Будем славить Нашего Господа Он будет реален Каждой Жизни И мы будем Видеть чудеса Божьи В нашей жизни Кто еще Не начинал Вот это Видеть дела Божьи В нашей жизни Чудеса Начните Сегодняшний Вечером Славить Господа Независимо От каких Обстоятельствах Мы сегодня Находимся У меня Очень сильная Нужда Я Даже Ваша церковь Молил За эту нужду Не раз И молятся И я получил Господа Слово Благодарю Благодарю И сегодня Я Звоню до дочери И спрашиваю Как себя Как самочувственно Говорить Папа Очень хорошо И я Я благодарен Господу Благодарен Господу Тогда Когда Слезы на очах Благодарить И как Бога Мы перед ним Благовейно И почтение Очень важно А еще Когда С хвалою А когда С хвалою Для тебя И для меня Там На страницах Жизни Великое Обетование Записаны Имена В книге Жизни И Многие В тот день Захожут Услышать Своё имя Которое Будет Прочитано В этой книге Жизни О, как Многие Захотят Услышать Чтоб Там Имя Было Записано А Христос Сегодня Нам Говорит Радуйся Радуйся Что Твоё Имя Записано В книге Жизни Поклонись Богу Жизни Возьми Эти слова Жизни Сегодня В сердце Своё Чтобы Жить Сегодня Подмечено Уже было И на вечернем И на дневном Вот О вечности Где Два Есть Места Где будет Человек Это важно Сегодня И Господь Сегодня Очень нас Сильно Торопит Тому Чтобы мы Сегодня Почтили Его Благословили Имя Его Прославили Имя Его Вот И Вот этот Стих Нам говорит Что Кто приносит Жертву Хвалу Торстит Меня Когда Мы Приносим Жертву Хвалу Мы Просто Открываем Дверь Им Нашу Жизнь Господу Чтобы Он Совершал Нашей Жизни Те чудные Благословения И чудеса О которым Сегодня Мы Должны Хвалиться Как Мы При встрече Сегодня Хвалимся Он Встречает Меня Брат Говорит Как дела Как Жизнь Какие Там Те Проблемы Вот Знаете Хорошо Было Если Я Сказал Я Радуюсь Мое Имя Записано В книге Жизни Господь Сегодня Проводит Через Трудности Чудо Сегодня В жизни Моей Я Захожу До Дочери Своей Старшей Она Говорит Папа Как Сильно Ты Благословил Говорит Нас Как Сильно Говорит Ты Нас Благословил Когда До Поезда Дизеля Мы Ехали Бабушке В деревню И Честеро Со Мною Было И Сидит Напротив Женщина Такая В годах И Говорит Это Все Ваши Говорю Наши Мои Говорит Так Вы Родили На Нищету Это Было Для Меня Удар Такой Сильный Я Не Знал Что Сначала Ответить А После Поднимается Такое Сердце Тишина Такая Благодать Я Говорю Нет Говорю Может У кого Не Будет Даже Черного Хлеба Кускок То У моих Детей Будет Всегда Белый Хлеб И Масло На Столе И Вот Моя Дочь Говорит Папа Независимо От Заработка От Средств У нас Говорит Доме На Столе Всегда Белый Хлеб И Масло Слава Нашему Господу Такого Наш Господь Не Чудеса Ли Это В жизни Нашей Чудеса Замечаем Ли Мы Это Хвалимся Ли Мы Этим Машину Новую Приобрел Дом Построил Ну Мы Хвалимся Что Это Благословение Господне Она Так За Это Тоже Надо Благодарить Господа Но Вот То Что Три Раза В день Я Открываю Окна В В В Взор Свой Вернее Это Было Во Время Даниэла А В наше Время Три Раза В день Я Поднимаю Взор Свой К Небу Чтобы Поклониться Тому Кто Дал Жизнь Тот Который Искупил Оправдал И назвал Своим Существуя Его Три Дня Три Раза В день Я вам скажу Что я заметил За собою Что вот Когда Он Мне так Нужен Я начал Молиться Паститься А вот Когда Машина Дом Средства Как-то Некогда Даже И В первую Очередь Надо Утречком Поесть А после Успеваю Помолиться Или Не успеваю Такое Бывает В жизни Бывает А чтить Господа Чтить Господа Вот Принося Ему Хвалу Это Великое А Второй Половина Стиха Говорит И кто Наблюдает За путем Своим Тому Явлю Я Спасение Божие Наблюдать За путем Своим Вот так Просто Вставший Утречком Куда Мы Направляемся Куда Мы Бежим Может Туда В ту сторону Где лежит Библия На столе Открываем И на коленях Читаем Чти Говорит Явлю Спасение Божие Явлюсь Там И Независимо В радости Сегодня Или в слезах Благодарю Благодарю Ивсти Господа Я Я Я приведу Библия 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 Они Такие Для нас Знакомые Но Вот я Обратил Особое Внимание На Парадок На Парадок Того Как Это Происходило Шестая Глава Иисуса Навина Давайте С 11 Стиха На Другой День Иисус Встал Рано По Отру И Священники Понесли Ковчев Завета Господня И Сем Священников Унесли Сем Труб Юбилей Пред Ковчев Господним Шли И Трубили Трубами Вооруженные Жи Шли Впереди Их А Идущие Позади Следовали За Ковчевом Завета Господня И Идучие Трубили Трубами Иисус Навин Получил Такое Повеление От Господа Такой Парадок Шесть Дней Семь День Проходить Вокруг Ерехона Первый Город Который Нужно Было Взять Убитов На земле Люди Которые 40 лет Ишли По пустыне Никакой Практики Войны Нет Ну Были Чем-то Вооружены Насколько Это было Вооружение Способности Библия Нам не Говорит Но Интересно Было Юбилейные Трубы Трубили Весь Народ Молчал Юбилейная Труба Интересная Юбилейная Это Освобождение Это Прославление Господа Это Радость А тут Такой Укрепленный Город И вот Парадок Вооруженные Идут Ковчег Несут И Семь священников С юбилейными Трубами Трубят Идут Итрубят А все Остальные Идут Молча Ни слова Такое Повеление Господа Ни слова Скажите Мы сегодня Проходим Герехон Муж Неверующий Отстоятельства На работе Я хочу Подчеркнуть Когда Муж Неверующий Вот Сколько Дней Нужно Проходить Молча Вокруг Вот этой Крепости Которую Невозможно Взять А ее Нужно Проходить Молча По писанию Молча А вот Интересный 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 Господь Наш Интересный Путь Через Благодарение Через Словословие Вот Господь Мы открываем Для Господа Путь В нашу жизнь Для чудес Нашей жизни Которыми Мы можем Хвалиться Которыми Мы можем Хвалиться Сегодня Господом Нашим Седьмой День Семь Раз Отрубит Рубят Юбиление И вот Затрубил Юбилейный Рох И в это Время Дана Команда Воскликните Писание Не говорит Как это Был Возглас Какой Он Был Возглас Вот Но Я Лишнего Не скажу Если Они Сказали Вели Господь Или Силен Господь И стены Рухнули До Основания Скажи Что Велик Твой Господь Силен Господь Изменить Обстоятельства Те Которые В твоей Жизни Окружают Тебя И Рухнуть Стены Рухнут Те Которые Сегодня Стесняют Тебя И Войдешь У Покой Ещё Есть Хороший Пример Словословия Это Вторая книга Паралипоминон Царь Иосифат Когда Пришли К ним На него На Иерусалим И на Иудею Восстали Амунициане И Мовициане И Обители Горисеира Побивая И Истребляя Их Они Вышли Чтобы Уничтожить Израиля Уничтожить До Сегодня Цель Преследуется Чтобы Уничтожить Народ Господень И Что Интересно Делает Исахват Пост Молитва Но Меня Очень сильно Вот это Взяло И совершался Он с народом И поставил Певцов Господу Чтобы Они Благовене Святыни Благолепие Святыни Выступая Впереди Вооруженных Словословили И говорили Славьте Господа Ибо Век Милость Его Впереди Вооруженных Певцы Поют Славьте Господа Ибо Вовек Милость Его И все И вот Путь Для Господа В этот Вражеский Стан Они Между Собою Начали Друг друга Уничтожать Я Дальше Читая Удивлялся Какой Вели Господь Они Собрали Добичу Что Не могли Понести Собирали Добичу Три дня Вот так Господь Вознаграждает Когда Ты Наполняешь Свои Уста Хвалою И Прославляешь Имя Великого Чудного Всемогущего Я сегодня Еще Хочу Очень Подчеркнуть Сильные слова Ему Принадлежить Богу Нашему Всякая Власть На небе На земле И Присподней Ему Принадлежить Вся Власть И Чтобы Сегодня Человек Не Замешлял Какие Бо Планы Не Строил У Господа Вся Власть Слава Нашему Господу И Будь Рох Рох Дай 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 Столько Рыбы Ставь Только Хлебом Чтобы Вот Этих Пять Тысяч Накормить Не Считаем Детей Женщин Только Мужчины Просто Взял Хлеб И Возблагодарил И Раздал У Гроб Лазара Стоит Господь И Велит Отвалите Камень Отвалите Камень Сестра Лазара Говорит Господи Уже Смердит Четыре дня Вогробе Она Хотя Перед Этим Христос Ей Сказал Если Будешь Веровать Увидишь Славу Божью Она Говорит Смердит А Он Возвел Отче К небу Сказал Отче Благодарю Тебя Я знал Что Ты Услышишь Меня Благодарю Сегодня Господа Благодарю Что Он Слышит Тебя И Помни Что Очи Господа Обращены Которые Обозрывают Всю Землю Но Интересно Господь Говорит Но Они Направлены Особо К Тем Чье Сердце Вполне Предано Ему Хвала Нашему Господу Кто Чтит Кто Славит Кто Благодарит Никогда Не Отвернется Господь А придет И Ты Будешь Хвалиться Чудесами Господа Сегодня На дневном Были такие слова Прочитаны Первое Послание Писал Никитин Пятая Глава За все Благодарите Было Подмечено Я начну С того Что Смотрите Всегда Радуйтесь Вот какой-то Интересный Парадок Всегда Радуйтесь Непрестанно Молитесь И за Все Благодарите И Как бы Итог Ибо Такова У вас Воля Божия Во Христе Иисусе И это Начинается Начинается С радости Радуйтесь Что Ваши имена Записаны В книге Жизни Радуйтесь Спасению Которое Господь Даровал И Говорит Непрестанно Молитесь Что значит Непрестанно Ну не 24 Часа в сутки Если ты Положил Пред Господом Вот дал Такой обед Один раз Буду молиться В сутки Один раз Молись Если ты Сказал Что буду Три раза Молиться Три раза Молись Если В 4 часа Ночи Сон Уходит Тебя Молись Пятый Раз Это Непрестанно То есть Постоянно Вот определенное Время Ты Становишься В молитве И Радости Приносишь Молитву С благодарением И Нужды Приносишь С благодарением У этом Есть Воля Божия А нам Нужно Исполнить Волю Божию Христос Сказал Тот Трудный Час Да Будет Воля Твоя Отче Очень Тяжелый Час Когда Тьма Обручилась На него Когда силы Тьмы Там В Весениманском Саду Он Изнемогал Уже Но Отче Да Будет Воля Твоя Не Моя А Твоя Отче Как мы В нашей жизни Говорим Нашему Богу Не моя А Твоя Воля Ну вот Моя Воля Господи Дай Благослови В том Нужда В том Нужда И Основном Благой Жизни Здесь На земле А наше Жительство Где Да Громче Скажите Пускай Слышит Весь Духовный Мир Что Твое Мое Жительство На небесах А я А здесь Странник Только Не проходимец А пришелец Да Поможет нам Господь И в заключение Прочитаю Такие слова Нам Весьма Знакомые И мы Это знаем Уже все Наизусть Итак Будем Через Него Через нашего Господа Иисуса Христа Непрестанно Приносить Богу Жертву Какую Жертву Хвалы То есть Плод Уст Прославляющих Имя Его Хвала Нашему Господу И когда Придя В церковь Придя На служение Мы Это вот Слышим Такой призыв Скажем Слава Нашему Господу Да глубже Вдохни Да громче Воскликни Просто Не скажи А воскликни Благословен Бог Силен Бог Тебе Единому Слава Будут Рушиться Стены Ерехонские Проблемы Будут Уходить Исцеление Придет В твою Жизнь Будешь Хвалиться Господом Не всем Земным А тем Что пришло С неба Хвалай Нашему Господу Аминь 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 Аминь